Продолжаем чтение книги «Носители Духа», где составителем является профессор Московской православной Духовной Академии Алексеевич Осипов. В прошлый раз мы с вами остановились на главе «Духовная жизнь» по наставлениям с хиегумена Иоанна Алексеева. Сегодня будем читать. Пользы мало, если только будем читать да спрашивать, как спастись. Но надо начать трудиться, работать, очищать своё сердце от страстей. Вы теперь знаете, в чём заключается Духовная жизнь. «Добрый час! Начинайте! Умудри вас, Господь! И меня не забывайте в своих святых молитвах». Письмо шестое. «Черта детей – простота, откровенность и естественность. Вот Господь и повелел нам быть такими». Такая черта была у всех подвижников. Письмо двенадцатое. «Мудрую духовную жизнь святые отцы до тонкости объяснили в своих писаниях, а их писание больше познаётся жизнью. Если сам будешь работать, очищать сердце от страстей, тогда будет всё яснее и понятнее». Письмо двадцать восьмое. «Книжку преподобного Макария Великого читай внимательно, ибо он говорит о духовной жизни очень глубоко. Его писание можно назвать контролем духовной жизни. Да, духовная жизнь сложная, она требует глубокого смирения. Рассудком её не поймёшь. А постигается только опытом, кто старается жить по совету святых отцов». Письмо тридцать третье. «Знай, что суд будет во второе пришествие по Евангелию. Ибо придёт небо и земля, но ни иота, или единая черта, не придёт от закона». Смотри, Евангелие от Матфея, пятая глава, восемнадцатый стих. «Страшно не исполнять евангельских западей». Письмо шестьдесят третье. «Духовная жизнь, как рост телесный, человек сам свой рост не замечает. Однако признак духовности, как пишет святой Пётр Дамаскин, состоит в том, что человек видит свои грехи, как песок морской. Это здравие души». Страница шестьдесят восьмая, две тысячдесятый год, издание. «Духовная жизнь, наука из наук, или иначе, духовная философия». Конечно, немногим эта философия понятна. Вообще, почти у всех понятие о духовной жизни сводится к внешнему подвижничеству. Но внешнее подвижничество нужно как средство к достижению внутренней духовной жизни. Но, к сожалению, останавливаться на букве, убивающей дух, а внутренней духовной жизни даже понятия не имеют. Страница 133-2010 год. В духовной жизни главный подвиг молитва, а молитва требует внимания и трезвения. И самоуколение есть невидимое преуспеяние. Потому что человек хорошо совершает путь свой и не замечает этого. Так и самовнение и самоугодие есть скрытая погибель. Большинство смотрит только на внешние подвиги человека. Духовная жизнь, по их разумению, во внешних подвигах. Страница 133-2010 год. Ты пишешь, что болит тебя гнев. И мира, и утешения не имею. Если не будешь трудиться и работать над своим сердцем, мира и утешения не будет. Надо же, наконец, взять тебя в руки. Не все же жить спустя рукава. Ибо понуждающие себя восхищают Царство Небесное. Ивангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Преподобный Антоний Великий сказал своему ученику, «Ни Бог, ни я тебе не помогу, если сам не будешь трудиться». Страница 325-2010 год. Стремиться к добродетели и понуждать себя надо крепко. И это состоит в нашей свободной воле. У тебя теперь есть понятие о внутренней жизни. И некоторый навык. Понуждай себя чаще внутренне молиться. Насколько хватит сил и времени, еще упражняйся в памяти смертной и молись Богу, чтобы Он дал память смертную. Замечай, какая это наша временная жизнь, непостоянная, изменчивая и скоро приходящая, невнимательно увлекает к рассеянности. А для того, чтобы приобрести внутренний мир, есть одно средство – непрестанная молитва. «Скука и грусть пройдут. Потерпи, не унывай. Помоги, храни тебя Господи». Письмо 10. «У тебя есть добротолюбие. Прочти во втором томе преподобного Исихи слово «отрезвение и молитве». Там очень хорошо изложена борьба с помыслами. Я часто заглядываю туда, просто не оторвешься и никогда не надоест это читать. Очень воодушевляет. Хотя и не исполним его совет. Все же полезно знать суть духовной жизни. Письмо 17. Да, хорошо писать и говорить о духовном. А жить духовно требуется подвижничество. Не напрасны же святые восставали на себя, как на врага. Страница 313-2010 год. Завтра, если Бог даст, продолжим чтение о наставлении игумене Арсении Сибирьковой. Редактор субтитров А.Семкин